Панорама, в котором мы находимся встроена в течение 12 лет, 1968-1990 веков. Сама панорама создавалась в течение около двух лет, 1950-1990 в год. Живописной была одна панорама, расписывал курский коллектив авторов, студии военных художников, имени греков, создали семьи человек, пять, за которых они принимали участие в Великой Отечественной войне. 8 июля 1982 года наша панорама была открыта на авторе. Ее сюжет полностью отображается на расстоянии разгромленности в господинской элитерации. Также в Сталеградской элитерации более 200 суток одежда военных действий составляла 100 тысяч квадратных километров, поэтому авторы панорамы, конечно, не могли ввести все события и движения на Волге в свое произведение и ограничивались отображением событий. Заключительный этап Паленградской битвы, а точнее января 1943 года, в этом месяце советские войска силами одного фронта Донского, подкомандованием генерал-полковника Рокоссовского, приступили к окончательному уничтожению, окруженный в районе Паленграда, немецкой фашистской группировки, ядром которой была 6-я немецкая боевая армия, подкомандованием генерал-полковника Бридзиха Павловска. События, которые запечатлены на живописном полотне, это конкретно 26 ноября 1943 года. Почему именно этот день выбрали авторы для впечатления событий, вы узнаете из города Паленградской битвы. Спасибо. 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 Спасибо.